Слушай, значит так, Ашхабад, 73-й год, театр, директор театра Фарад Шмихтеевич, Абдулаев, ТЮС, сбор труппы, выборы, председатель месткома. С детства твоего? Да, ты не знаешь, что такое местком, ты молодой. Как-то я не знаю. Это местный комитет, председатель. Путевки распределяется. Выбирается, да. Кто едет. Вот. Кому мотворили? Выходит Фарад Шмихтеевич, он ведет собрание, руководитель театра. Вот, говорит, сейчас мы будем выбирать председателя месткома, кто против, как же его звали, Чары, Чары Мамедов какой-то, да, помню, да. Чары Мамедов, вот я предлагаю председателю месткома, кто против? Все, кто говорит, тайное голосование, тайное голосование. Он говорит, тайное голосование будет. Тайное голосование будет. Кто говорит, что сейчас тайное голосование? Сейчас не голосование. Я просто спрашиваю, кто против? Это не голосование. Просто скажи, что против и все Я же не говорю, что надо, я против Просто скажи против и все Вот Ну как бы так, все молчат, страшно, конечно Он говорит, ну вот сейчас тайное голосование Чего кричать, тайное голосование Урна была сделана заранее Она стояла на столе Ты слушай, внимательно Сейчас свет начинает Поставили урну, значит, на стол Специально, раздали бумажки Где была написана одна фамилия Чары Мамедов Вот, он говорит, вот тайное голосование Только спросил, кто против, уже кричать Вот Нужно было или вычеркнуть, или ничего не сделать И потом все готовы, давайте опускать И, значит, на столе Сукно, графин Бюст Ленина сзади Все как положено, урна И все, значит, по очереди встали А он говорит, давайте не будем по очереди все ходить Все, давайте все кладите Стоп, стоп, стоп Стоп, кладите все сразу И сейчас все Все как-то так собрали в стопку Вот И он стал эту стопку пытаться засунуть в урну А стопка не лезла Тогда он стал ее делить на части И где-то по 10-15 бюллетеней так ее запихивал Вот сколько влезало Вот, когда он это все запихнул Он достал отвертку Перевернул урну и стал отвинчивать дно Иначе, как достать? Мы сейчас будем считать Перевернул, значит, отвинтил дно И тут все высыпал Выбрали счетную комиссию, значит Чарым Амедов стал председателем профсоюза Профсоюза, да Местком и профсоюз это одно и то же Местный комитет профсоюза Это так называлось Вот Вот, в общем, вся история практически Я не знаю, почему я рассказал Мне очень понравилось, как вот урну Переворачивал Переворачивал Сначала засунул и тут же перевернул И казалось бы, в общем, а как иначе? А как иначе? Значит, лечу я в Ашхабад Нет, история не про Ашхабад Ну, 73-74 год По дороге в Ашхабад Аэропорт Пулково Рейс Вот хочешь верь, хочешь не верь Задерживается, откладывается А я, значит, сумка и все И я там провел огромное количество времени Я ходил все время, какая-то нелетная погода Куда-то что-то не летит И отменяется, отменяется А ехать далеко домой Из аэропорта Далеко И как ты уедешь, непонятно Может быть, этот рейс объявят Ничего не говорят А домой не сообщать, да? А? Домой-то не сообщать Да никто не сообщит, не приедет, ничего Все время откладывается там по 2-3 часа Потом вдруг Я не хотел никуда ехать И вот ходил я по этому аэропорту И смотрел, значит, таблички Где-то на втором этаже, значит Я помню, иду по этой галереи Там какие-то буфеты Туалеты Что там такое? Вот Значит И вдруг смотрю, написано Душ 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 Написано Душ В аэропорту В аэропорту Написано Душ По-русски Там туалет, там буфет Душ Душ Так и написано Душ И тебя потрясло Д, у и ш Меня это Потрясло Не потрясло Меня это не потрясло Потрясение будут дать А? Размутило? Нет, не возмутило Я принял как должное Молодец Я принял как должное Думаю, новый аэропорт А почему бы и не были души? Такой сервис, да? Помоться людям Душ 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 Вот Меня это не возмутило Даже не очень удивило Только думал Интересно, по чем? Нет, папа Вот я только об этом подумал В те времена Копеек по 18 Копеек по 18 Это в бане Можно было мыться весь день Да Вот Ну, не важно Душ Я думаю, не пойти ли мне в душ Потому что делать Совершенно уже нечего было Вот Ходил сегодня по буфетам Времени опять много Вот И я пошел в душ Я захожу Там сидит какая-то бабка Вот Я говорю Извините Куда идти вот дальше? Где раздеваться тут? Она мне говорит Зачем тебе раздеваться? Я говорю Как зачем? Чтоб мыться Она подумала Что ты постираться еще хотел Может быть Она говорит А Ты что, мыться что ли Сюда пришел? Ага Я говорю Да Она говорит Я сейчас милицию вызову Я говорю А что? Почему? Она говорит Что ты хулиган? Что тебе надо? Я говорю Мне надо Помыться Ну она там еще Пару слов Сказала А вот этого Тебе не надо Вот Я говорю Да нет А где тут душ? Она говорит Откуда? Я знаю Я говорю Как? Вы здесь работаете? Она говорит Да Я здесь работаю 15 лет Вот как Аэропорт построили Так и работаю В душ Я говорю А где душ? Она говорит Какой душ? Я говорю Как какой душ? У вас на дверях душ написано Она говорит Ты что, пьяный что ли? Вышли мы с ней Из комнаты Она смотрит И читает Душ Я говорю Сколько лет вы здесь работаете? Она говорит 15 Я говорю Вы что Никогда не обращали Внимание Что написано? Она говорит Да это Да я не обращаю Внимание Что написано Но ты первый Говорит Пришел Ну с бабкой Мы разобрались Она сказал Табличку Я говорю Табличку снимите Она говорит Да зачем Говорит Все Ну больше никто Не придет Вот такая вот История Вишни Прошлабад Совсем История такая Да Вот она Да Такая история Значит я как-то был Архангельская область Поселок Холмогоры Вот родом Ломоносов оттуда Босиком откуда пришел Да Откуда пришел Босиком Вот То есть он оттуда А ты туда пошел И жил я в гостинице там Мы с тобой Много жили в гостиницах Ты помнишь Всякие бывают гостиницы Ну опустим это Да 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 Там много историй Которые я тебе рассказать не буду Вот И значит гостиница Мне сказали Все очень хорошо Газеть с удобством Не с удобствами С удобством С удобством Это окно наверное Сколько звездочек Дверь номер Сколько звездочек Гостиница Сколько звездочек я не знаю Она внеразрядная Наверное Вот И я пошел значит к вечеру Искать это удобство И в конце Жил на первом этаже И в конце коридора значит И смотрю М Написано Значит тебе Я открываю дверь Я открываю дверь Деревянная такая вот штука Вырезано вот это очко В дереве Я в него Удобство Удобство вырезано Я заглянул туда значит Ну там яма такая Большая яма Прямо в гостинице Я Вот Все они такие Да Я значит Ну я Ну понятно да Опускаем Вот Это мы опускаем Да И вдруг слышу какой-то звук странный Что-то То есть там кто-то жил Ну подожди ты Вдруг слышу кто-то Что-то В подвале Что-то Свист какой-то Свист какой-то И чего-то На щеку попадает Нет Я смотрю Нет Думаю оттуда так Яма-то глубокая Думаю не оттуда А вот какой-то Свист И на щеку что-то Я смотрю значит В сторону И оказывается На третьем этаже То же самое Да подожди ты Еще второй был этаж Семен ты на первом же жил Двухэтажная гостиница Дощатая перегородка Значит вот так вот Рядом со мной Вот там вот такие щели И смотрю вот За этой перегородкой Дерьмо вот так Летит Я смотрю наверх И вижу что там тоже дыра В эту же яму Только со смещением С небольшим Потому что если Если бы смещения Это не было То прямо бы на голову А так нет Они ведь Продумали Все продумали Все продумали Значит здесь очко так А там верхнее смещено И даже сделали перегородку А если бы еще и третий этаж был Как ты говоришь Да То яма должна была бы быть Вот широкая Это дизайн называется Да И я подумал Как все продумано Думаю не Ломоносов ли еще Это придумал Думаю я Вот Ну и понял я конечно Что на щеку то попадало Потому что там Вот это Щели И оно Оно как-то там летело Билось вот так Вот вообще И иногда попадало Значит мне на лицо Турбалентное движение Да 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 это он не понял Что это Нет 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 И я конечно Я сразу пошел Попросил себя Говорить не взяли На втором этаже В люксе Перевели Перевели Да да Это уже конечно Перевели да А Перевели вас Нет Мне сказали Второй этаж женский То есть вы съехали Я так понимаю На следующий день Да Я на следующий день съехал Весь в дерьме